Конец лета и осень для агрария в сезон сбора урожая. К примеру, на полях Чердоклинского района можно найти почти все зерновые культуры, с исключением риса. В поселке Петровское, например, растет соя. На первый взгляд она напоминает пушистый горох. Однако кашу из нее не сваришь. А вот сделать знаменитое соевое молоко и сыр тофу – запросто. На соседнем поле растет подсолнечник. Его применение на рынке начинается от банального масла до биологического топлива. На этом поле площадь 90 гектар подсолнечника. Планируем к уборке приступить либо сегодня вечером, либо завтра. Прямым комбинированием. С полей собранный урожай попадает в зерноочистительный комплекс, а при необходимости к делу подключается сушильный. Чаще всего такой тандем используют при повышенной влажности воздуха. А чтобы машины не давали сбой, важно на постоянной основе проводить модернизацию. Мы постоянно развиваемся, то есть увеличиваем оборот земли, вводим новые земли в оборот, покупаем, берем в аренду. И соответственно для этого нужны складские помещения, то есть новые склады строим. В этом году построили новый зерноочистительный комплекс производительностью до 150 тонн в час. И сушильный комплекс поставили – 45 тонн в час. Показатели агропромышленного комплекса Ульяновской области превышают средний уровень по стране. Это во время рабочей поездки отметил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. В прошлом году в области была зафиксирована максимальная урожайность зерновых культур. Это позволило собрать больше 2 миллионов тонн зерна. В этом году в регионе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади почти 650 гектаров. Работа по сбору урожая завершена на 98%. Александра Никитина и Данил Сурков. Улправда ТВ из Чердоклинского района.